Привет, мои биатлонные друзья! Завершился в Чайковском чемпионат России по биатлону в неолимпийских дисциплинах. И сегодня мы увидели масс-старт на 60 человек, большой масс-старт или мега-масс-старт, как его называют по-разному. Суть этой гонки в том, что первый огневой рубеж проходит в два захода. Сначала спортсмены, занимающие номера от 31 и ниже, и затем первая 30. Такая схема, придуманная в России, кстати, и взятая на вооружение IBU, позволяет стартовать большему числу участников. Правда, в нынешних гонках, конечно, бросилась в глаза колоссальная разница в классе между спортсменами этих двух тридцатых. Да и не только. Вот взять если женский протокол, например, как оценивать выступление Любови Калининой. Спортсменка, которая еще недавно считалась молодой и перспективной, с чистой стрельбой проигрывает 5 минут победительницы. Это, конечно, катастрофа. И то, что произошло с Калининой, она сменила регион. Но в этом году результаты совершенно не выдерживают никакой критики. И если говорить о женской гонке, то там единственное, кто из этой вот второй группы сумел показать результат, это Екатерина Юрлова-Перхт. Несмотря на возраст, на отсутствие полноценной гоночной практики, она выступает эпизодически уже последние годы, но тем не менее продолжает свою карьеру и выглядит очень достойно, обыгрывая порой более молодых и интересных соперниц. То есть даже вот сегодня позади нее оказались сборницы Кудисова, Довгая, Шеллер, Грухвина и многие другие. И если говорить о борьбе за лидерство, то, в общем-то, с первого огневого рубежа на какое-то время его захватила Ирина Казакевича. К этому мы уже привыкли. У нее все-таки хороший ход, достаточно высокая скорострельность и стабильная лежка. То затем на первой роли вышла Тамара Дербушева. Она-то как раз по ходу сегодня не была, может быть, самой лучшей, но при этом держала высокую скорость. И, что самое главное, безошибочно проходила все огневые рубежи. Та же самая Казакевич и на второй половине дистанции уже подустала. Не хватает ей все-таки скоростной выносливости в этом сезоне и привычные ошибки на стойке вернулись. В итоге Дербушева уже на финальный круг уходила с преимуществом более чем минута. И завершила этот этап победным хет-триком, выиграв все три дисциплины, золотые медали во всех трех дисциплинах. Бессменная чемпионка России в мега-масс-старте Виктория Сливко сегодня довольствовалась серебром. Виной тому и две ошибки Вики. И стреляла она медленнее Тамары, и на дистанции была чуть хуже. Но важно, что проявила характер на последнем отрезке дистанции, не позволив догнать себя Наталью Шевченко, которая как раз финишным кругом славится. В итоге Сливко отстояло серебро, а Шевченко завоевала бронзовую медаль в личной борьбе со своей родственницей Анастасией. Но той не удалось удержать и четвертую позицию. В финишном спорте ее обошла Наталья Гербалова. И как раз Гербалова сумела обогнать и Шевченко, и Гореева, и Казакевич на последнем круге, вновь проявив себя сильным финишером. В мужской гонке долгое время группа лидеров была очень плотной и мощной. Входили туда и Эдуард Латыпов, и Александр Поварницын, и Василий Томшин, и Антон Бабиков, и Виктор Плицев, и Карим Халили какое-то время. Но у всех у них на стойке обнаружились серьезные проблемы. Что касается Александра Корнева, то он наоборот. Известный своей нестабильной стрельбой и лежа и стоя в прошлом сезоне сейчас делает существенные прорывы в этом направлении. И вкупе с хорошей лыжной скоростью это позволяет ему претендовать на призовые места практически в каждой гонке. Мы видели его отличное выступление в Раубичах, и завершился этот отрезок победой в мега-маст-старте на чемпионате страны в Чайковском. При этом Корнев очень так красиво на публику сыграв финишировал в маст-старте в стиле Йоханнеса Бео, о чем он и сказал потом нам в интервью. И, в общем-то, одержал такую важную, наверное, самую важную пока победу в своей карьере. Также немаловажно, что сумел он обойти Эдуарда Латыпова. К сожалению, Латыпову в этом сезоне не хватает в контактных гонках психологической устойчивости, стабильности в стрельбе стоя и какой-то даже уверенности элементарной. Потому что, когда рядом соперники, он ошибается и часто затягивает выстрелы и теряет время просто на огневом рубеже. И здесь это привело к тому, что за победу бороться он уже не смог. Все, что смог сделать Латыпов на втором круге, это обойти Александра Поварницына. Ну, так он плавно начал от него отъезжать с первых метров и в итоге увеличил отрыв до 9 секунд. В то же время Поварницын комфортно чувствовал себя на третьей позиции, никто из соперников подойти к нему не смог. Ну, а в борьбе за расширенный подиум, там, конечно, Томшин, Бабиков и Плицев разобрались между собой и Василий оказался чуть быстрее на финише. Причем хороший последний круг у него был и в суперспринте. И это наводит на мысль, что постепенно к нему возвращается оптимальная форма, которой ему, конечно, не хватало в первых стартах нынешнего сезона. Ну, а роль Екатерины Юрловой исполнил здесь Евгений Гараничев. Он был не быстро на лыжне, но за счет нуля стабильного, единственный, кстати, кто отстрелял сегодня на ноль, Гараничев смог занять 17 место. Но эти спортсмены уже как бы обладают достаточными регалиями, находятся вне времени и выступают без, скажем так, определенного давления и необходимости показывать какой-то выдающийся результат, а в некоторой степени даже, видимо, в свое удовольствие. На Кубке мира сегодня также завершился этап в Рупольдинге и интереснейшим получилась развязка в женском преследовании. Долгое время Ингрид Тандровольд сохраняла лидерство, у нее был приличный запас на первом круге, но в то же время соперницы тоже стабильно стреляли. Это прежде всего Юни Арнеклеев, которая прошла чисто все четыре огневых рубежа Лиза Витоца допустила промах на Лешкину за счет скорострельности и хорошего хода быстро его отыгрывала. И в итоге перед последним огневым рубежом тройка лидеров определилась, и все они синхронно и практически идеально закрыли последнюю стойку. Борьба же шла на последнем круге тактическая. Лидировали поначалу Норвежки, по очереди Арнеклеев и Тандроволь выходили вперед, Витоца держалась сзади. И итальянка потом атаковала в подъем, сумела удержать свое небольшое преимущество и выиграть финишную прямую за счет более длинного проката, мощных толчков, опередив Тандровольд, которая в свою очередь также вряд ли сильно огорчилась этим локальным проигрышем, потому что в общем за счете Кубка мира она смогла обойти лидера Жустин Брезабуше. Француженка сделала 4 промаха, и особенно у нее не удалась Лешка, она сразу была отброшена на несколько позиций, и даже поднявшись на седьмое место, все равно не смогла решить задачу по сохранению желтой майки. Также стабильно выступила Лена Хекегрос, швейцарка, которая с 17-го места поднялась на пятую позицию, видим, что этот сезон она проводит лучше у себя в карьере, и вкупе с прогрессом у мужчин Хартвига и Штальдера можно говорить о том, что швейцарская команда к домашнему чемпионату мира будет весьма конкурентоспособной. У мужчин гонка получилась не менее запутанной, Ветли Шостат Кристианссон блестяще отстрелял Лешку и долгое время лидировал, но затем начались ошибки. Сначала один промах на первой стойке, и затем два на второй. В итоге все преследователи, проигрывавшие Кристианссону массу времени и не мечтавшие даже о победе в этой гонке, оказались у него за спиной, а именно Юханес Дали Шевдаль, Юханес Бео, Эмильян Жаклан и Юстус Штрелов. Немец в этой кампании изначально выглядел слабым звеном и так никак себя проявить не смог. Жаклан тоже держался из последних сил и уже на финише не мог выдать свой коронный рывок, а решающим стала атака в гору Дали Шевдаля, который смог отъехать и от Кристиансона, и от Юханеса Бео. Уже чисто спринтерских разборках на финишной прямой Кристианссон оказался сильнее лидера Кубка мира, ну просто потому что, наверное, в забеге на 100 метров по равнине равных в биатлоне ему нет вообще. Также отмечу высокий результат Андрея Расторгуева, латвиец, редко когда показывал ноль в гонке с четырьмя огневыми рубежами, но сегодня это именно такой день, который позволил ему пробиться в десятку. Таким был сегодняшний день, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой телеграм, ссылка в описании к видео и в первом комментарии, и не заходите на штрафные круги.